Идем мы по реке Пра. Всего у нас маршрут займет около 40 километров, плюс-минус пары километров. Идем мы от Заводской Слободы до Диулина с одной ночевкой. Обычно мы ходим с двумя ночевками, но сейчас у нас вот такая сокращенная прогулка, разведка, первый сплав в сезоне. Проверяем снарягу, смотрим, что тут с рекой. В следующие выходные майские мы пойдем уже большой компанией с двумя ночевками. Почему мы идем по реке Пра на майские праздники? Когда мы первый раз пошли по реке Пра на майские праздники, у меня все. Никаких больше вариантов, куда идти на майские праздники, больше нету, потому что здесь просто волшебно. Это настолько красиво, настолько круто писать, почему мы идем здесь вообще невозможно. Здесь сказка, здесь невозможно надышаться. Река офигенная просто, она постоянно петляет, виляет. Лучше всего, наверное, лучше всего, чтобы рассказать реке Пра, это нужно привести пример. Одна девушка с нами пошла по реке Пра, однодневный сплав был, она с нами ходила уже много-много раз по всем рекам. Мы стартуем по реке Пра, начинаются леса, они меняются, берега меняются, проходит где-то час, и она ко мне с претензией подъезжает, прям с такой, и говорит, слушай, Алексей, я вообще не понимаю, что происходит, почему здесь так красиво. Вот, я не понимаю, почему здесь так красиво, что здесь происходит, здесь просто офигенно. Уровень воды очень хороший, высокий, течение отличное, так что будем сплавляться и кайфовать. Сегодня с нами идут Лена и Локи. Локи у нас главный герой путешествия Николай и Игорь. Такая небольшая компания, очень дружно идем. Сегодня у нас первый сплав с ночевкой в этом сезоне. Нужно проверить всю снарягу, которую мы с собой берем, плюс понять, что нужно, что не нужно, что как работает, потому что после зимы все забылось, и поэтому я везу с собой все. Все, что мы обычно везем вдвоем, я везу один. Плюс еще немножко колес бросил, у Лены тоже немножко есть, то, что я взял с собой. Так, у меня спереди большой красный баул. Это с едой, со всякими тарелками, посудой, ножами, вилками. В оранжевом гермбауле у меня вещи, которые мне могут понадобиться очень быстро. То есть там сменная одежда, обувь, плюс горелки, если мы остановимся на обед, чтобы быстро обед приготовить. Там же лежит такой перекус быстрый. Зеленый это дрон, в оранжевом у меня вот в этом вот аптечка, там же ножик, в этой аптечке она с самым необходимым, то, что может понадобиться, бинты, таблетки обезболивающие, от аллергии, от живота и всякие антисептики, зеленки, йод, плюс там свиртовые растворы, чтобы руки помыть. В маленьком телефон, чтобы быть постоянно на связи, хотя тут связи нету. Вот эта вот бутылка с водой у меня лежит неправильно. Я ее положил наверх, из-за этого немножко сместился центр тяжести, и доска немножко играет, хотя вот вполне приемлемо. Сзади у меня в бауле в большом лежат вещи на ночевку, спальник, пенка, гамаки, теплые вещи, много теплых носков обязательно. Сменные вещи такие, как термуха, флиски, плюс там же лежит казан с овощами, с консервами, фонарь стояночный, много всякой мелочи. Большой белый мешок вот сзади лежит. Это основная наша аптечка, где лежит все основное, все, что может понадобиться в аптечке, что рекомендуют с собой брать в походы с ночевкой. Там есть вообще абсолютно все, что может быть, в принципе, пригодится с нашим уровнем медицинской подготовки. Мы традиционно ходим по прино-майские праздники, потому что здесь половодие и высокая вода. Сейчас в половодии это вот такая река с хорошим течением. Глубоко, хорошо идем. А летом она очень сильно мелеет. И местами даже мы с мелкими плавниками цепляем за дно. А в некоторых местах даже можно идти по щиколотку рядом и тащить доску. В таком темпе, из-за того, что скорость высокая, течение, мы идем со средней скоростью 6 км в час. То есть 40 км можно пройти фактически за один день, не напрягаясь. Ну, мы разбили на два дня. Пойдем с ночевочкой. Серьезный. В этом году хоть и большой разлив, река какая широкая, но все равно не такой, как обычно, когда мы ходили раньше. Вода была еще метра на полтора выше и можно было вот через эти прибрежные леса путешествовать, заходить в березовые рощи, срезать петли. У нас из-за этого первый год, когда мы пошли, расстояние точно не знали, сколько нужно пройти. А из-за того, что мы срезали петли, оказалось, что мы срезали порядка 10 км по реке. И маршрут у нас сократился на 10 км. Хотели идти с двумя ночевками и случайно на второй день чуть не приплыли к месту финиша. Нам пайдарочники подсказали, что осталось нам до финиша всего километров 10. Мы резко остановились, разбили лагерь, переночевали и на третий день сплава всего за два часа дошли вот эти вот 10 км до финиша. Еще на кре река виляет, а много старых русел-старец, куда можно зайти, такие петли, озерца там, путешествовать, если никуда не спешите. Под таким штуком можно. Но можно и в половодье уехать с основного русла и куда-нибудь уплыть. У нас так наши коллеги, которые с нами шли на байдарках, ушли не в то русло и 10 км отплыли от маршрута. А потом нас догоняли два дня. У нас на первую ночевку не успели, только ко второй ночевке смогли нас нагнать. А стражилы говорят, что здесь иногда бывают такие разливы, что можно уплыть километров на 70 в сторону. Вообще, в принципе, заблудиться. Смотрите, вон туда можно уплыть. Мы оттуда приплыли. Река непонятно, куда дальше поворачивает. Здесь на кре из-за цвета воды даже поганки красивые. Такие потоки, которые поднимаются со дна на течении, расцветают. Прямо как цветы такие необычные. Не знаю, наверное, видео будет сейчас не видно. Попробую поймать. О, впереди. И вода такое ощущение, что вот ребята говорят, что она густая. Такого приятного цвета, консистенции. Как будто металл течет. С того, что мы в этот раз стартовали от заводской слободы, ниже по течению, получается чуть позже, мы плывем по Первомайской Пре. Иногда вот так вот. Когда на реке одни мы. Такого, в принципе, не бывает. Потому что, если стартовать от спасклепиков, вокруг всегда полно байдарошников. Шумно, весело. А тут тишина, птицы поют. И мы одни. Локет тоже стал получать удовольствие от сплава. Завалился. И уже почти спит. Одна из примечательностей на этом маршруте. Такие песчаные косы. Летом они просто огромные. Песок навывает река. Очень приятный по нему походить. Ну, кстати, вот на этой косе как-то вставали с ночевкой. Ничем тут круто. Вот такая березовая роща. Чисто березовая. А потом, хопа, сосны. Река меняется буквально за каждым поворотом. Плывет совсем нескучно, неинтересно. Все меняется постоянно. Река петляет. Вот тут вот, смотрите, поворачивает на 180 градусов. Петля такая. Вот, река там, река там. Мы плывем оттуда. Сейчас поплывем совсем в другую сторону. Здрасте. Здрасте. О, да, у нас вот он на колбасу ел. Настасьте. Мы узнаем. А мы гребем. Из-за первомайских пробок, на выездах из Москвы, мы сегодня стартовали очень поздно. Фактически в час дня, вместо того, чтобы в 10.30 уйти, мы в час дня только выстали на воду. Поэтому мы перед отправлением плотно пообедали, покушали. И сейчас идем уже до вечера, до вечерней стоянки без остановок. Но все равно с собой перекусики в кармашке, бананы, яблоки. И можно идти вот спокойно, часа 4-5 на доске, не выходя на берег. Так, этот участок, по которому мы идем, от Заводской Слободы до Диулина, это территория национального парка Мещерский. Посещение этого парка платное. То есть нужно покупать путевочку. Путевку можно купить, как у них на сайте, при крюзитом. Можно купить в Спасклепиках, а на майские праздники, на июньские праздники, когда тут наплыв туристов, путевку можно купить прямо на берегу. Ходят лидеря, которые эти путевки продают. И выявляют тех, кто не купил путевку. Мы считаем, что вот за такую красоту, за то, чтобы эта территория развивалась, поддерживалась, охранялась. Здесь, в принципе, 200 рублей в сутки заплатить недорого. Поэтому и вам советуем покупать путевочки. Наши средства передвижения тут не самые оригинальные. Привет! Опять петля на 180 градусов. Даже на одном кадре видно, как река течет в разных направлениях. Ближе к вечеру уже стоянки начинают занимать. Самые красивые, тут самые крутые стоянки. Это вот залезть на такой высокий берег с хорошим видом на реку. Еще красота. Начевать в таком месте. Чтобы комфортно плыть вот с такой вот загрузкой, я везу с собой, наверное, килограмм 70 грузов всякого. Еды, воды, казанов, кемпингового оборудования. Плюс сам я вешу больше 100 килограмм. А доска 12,6. Узкая достаточно, с острым носом. И чтобы комфортно грести с такой загрузкой, загружать нужно не как бы как, а по правилам. Самые тяжелые вещи кладутся на низ баулов и по центру. И главное, чтобы была центровка. То есть у меня все вещи, они все лежат симметрично. И все тяжелые вещи тоже, они лежат симметрично. Баллоны с водой, 5-литровые баклажки, например, надо класть тоже. Если вы кладете их по бокам, то с одного боку одно, с другого боку другое. Или вот как у меня, они лежат сзади. Локи и Лена уже настоящие саперы. Оба на ногах гребут. Блин, красотища же какая. Вот такое отражение. Получается, вы гребете, и я вот смотрю, и у вас обоих по двое. Отражение прям вот сюда. Да, да. Так прикольно здесь, вот с этой стороны. Еще ранняя весна. Березы стоят без листьев. А с этой стороны они уже пушистые, зелененькие березы, такие в дымке зеленые. Решили мы встать с ночевкой на месте, где стояли в прошлом году. В этом году за то, что вода высокая, удобно очень подплыли. А вон там, вот на том высоком бережку, на ображке, мы будем стоять. В прошлом году мы здесь вылезли, и тут не было ничего. Мы притащили несколько бревнышек, сложили. В этом году тут вот такая офигенная стоянка. Со столиком, с лавочкой, с кострищем офигенным. Привет, друзья! Да, вот классно сейчас сплавляетесь. Без весел совсем. Мы не напрягаемся. Да. Река сама нас аккуратно выведет. Когда сплавляемся по Пре, по Мещерскому национальному парку, иногда даже больше ждем выхода на берег, для того, чтобы походить к такому красивому лесу. Леса здесь, берега вообще офигенные, просто классные. Причем, на одном берегу останавливаешься одна природа, на другом берегу другая. Бывают такие болотистые, вот такие сосновые, березовые, дубовые рощи, сболоченные места, озера маленькие, подстарец. Вообще офигенно! Можно прям гулять и наслаждаться. Лес тут вообще классный. Такие маленькие сосенки, вереск, можжевельник, мох, ходишь как по ковру, по такому муху, проваливаются и тапки. Вот такая сосновая роща. Заросли, брусники, чуть дальше там черника есть. А лес очень красивый. Шатки решайника, большую тундру, карелию напоминают. Такие они классные. Мягенькие, шершавенькие. Красотища. Кто у нас больше всего рад сходу на землю? Встали мы на стоянку и такая шикарная погода. Немножко ветерок дует. Поляна вообще у нас офигенная. Здесь вот, если кто видел наши фотки, где стоит доска на двух сапах, это вот в этом месте. Прибытие на стоянку мы первое, что делаем, где-то ставим палатки, чтобы уже ни о чем не думать. Я палатку не ставлю, я буду спать в гамаке вот с таким вот видом. Вообще, глядите, обрывчик, река поворачивает, и я тут буду спать. Локи тоже себе палатку уже поставил. Сапы у нас тут немножко сейчас посушатся. Готово у нас готовится традиционный кушку на кре. Продолжение следует... Для! П 냄비! Купч! Чтоп! В ду anni! В дуную! В дуную! При Hindi! Принив Кори! Дуной! Продолжение следует...